Существует ли в православии понятие человеческое достоинство и в чем это достоинство состоит. В послании к Колоссинам в первой главе апостол Павел пишет, что он молится о своих чадах из города Колоссы о том, чтобы они поступали достойно Бога во всем угождая ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Достоинство человека связано с тем, что человек есть образ и подобие Бога. Ничто в мире не сотворено по образу и подобию Божию. Преподобный Максим Исповедник говорит, что даже у ангелов нет образа и подобия Божия, и этим человек выше ангела. Вот это достоинство, достоинство образа делает человека самой главной иконой Бога. Образ по-гречески о иконе. Отсюда слово икона. Человек есть такая святыня, которая больше всех храмов и всех икон, которые есть на земле. Потому что ради спасения человека Бог сошел на землю, воплотился и принял крестную смерть и воскрес для того, чтобы спасти человека. В этом человеческое достоинство. В том, что он подобен Богу и Богом любим. Если человеческим достоинством мы называем гордыню, то мы, конечно, ошибаемся. Человеческое достоинство в том, что он похож на Бога. Как говорит апостол Павел в послании к фессалоникийцам, «Вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе». Это святость, это чистота, это целомудрие, это любовь, это милосердие, это сострадание. И вот в этом человеческое достоинство, да, мы признаем. В гордости не признаем человеческого достоинства. Это то, что употребляет человека сатания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.